Рассмотрим решение задачи 11.2. Она разбивается на две независимые части. Первая часть про свет, вторая часть про цвет. Цвет и цвет формируются по-разному, по-разному воспринимаются нашими глазами. И в первой части речь про смешение света, во второй части про смешение цвета. И здесь рассмотрены вещества А, В и С, которые образуются из гидроксида никеля, лихромата калия и аттестата свинца соответственно. Про вещества А, В и С нам сообщается некая качественная и количественная информация. Про вещество А нам сообщают, что оно реагирует с мячным раствором оксида серебра. То есть проявляет восстановительные свойства. Кроме этого, нам сообщается массовая доля водорода и углерода в этом соединении. Вещество В, про него сообщается, что это двойная соль. Она имеет фиолетовую окраску. При взаимодействии раствора этой соли с нитратом варь выпадает белый осадок, нерастворимый в кислотах и щелочах. То есть эта соль является сульфатом. И по массе осадка мы можем оценить малярную массу этой двойной соли. Ну и про вещество С количественной информации нет. Но нам сообщается, что это бинарное соединение, которое не содержит кислород и имеет желтую окраску. Давайте начнем с вещества А. Итак, вещество А взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра. Массовая доля водорода в А равна 3,24%. А массовая доля углерода равна 12,97%. Кроме этого, так как вещество получает из гидроксида никеля, надо полагать, что оно содержит еще и никель. Мы можем вычислить, исходя из массовых долей, малярную массу в расчете на атом водорода и атом углерода. Эти массы будут отличаться в три раза. Это означает, что в веществе углерод и водород соотносятся как 1 к 3. Если мы предполагаем, что в состав соединения входит 1 атом углерода, то малярная масса А на 1 атом углерода 92,6. Если мы отсюда вычтем никель и CH3, то остаток у нас будет 18,878. Что может быть похоже на фтор, но из чего трудно собрать какое-то реальное соединение. Если мы посчитаем, что в состав соединения входит 2 атома углерода, на 1 атом никеля тогда волярная масса будет равна 185, а остаток будет равен 96,4. И 96,4 соответствует 6 атомам кислорода. Тогда состав соединения никель С2О6H6. Из этого состава, из того, что раствор этого вещества взаимодействует с аммиачным раствором оксида серебра, мы можем сделать вывод, что соль А – это гидрат формиата никеля. То есть никель HCOO2H2O. Вещество В является сульфатом, двойной солью, имеет фиолетовую окраску. Если мы вспомним соединение хрома степня окисления ПУ6, то фиолетовая окраска там не встречается. Ну вот хром степня окисления ПУ6 может иметь фиолетовую окраску. Если степня окисления ПУ6, значит, сульфатов должно быть как минимум 2 в двойной соли. Ну и для трех валентных катионов характерны двойные соли, называемые паста. Эти соли содержат катионы двух сортов – двухзарядный, трехзарядный, два сульфата и 12 молекул воды. То есть давайте я напишу как катион однозарядный, дальше хром, SO4 дважды на 12H2O. Мы можем рассчитать количество моль барий SO4, который выпадает в осадок, 0,05 моль. Исходя из этого значения и массы соли в 50 мгл отбора, мы можем оценить молярную массу. В данном случае оценить, потому что мы делим на маленькое число, и в результате должны получить число с не очень высокой точностью. То есть молярная масса В примерно равна 500. Откуда мы можем заключить, что состав этого соединения входит калий, в качестве катиона 12 молекул воды, ну и хром, SO4 дважды на 12H2O. Незначительное отличие молярной массы этого соединения от рассчитанного связано, как я уже сказал, с невысокой точностью из-за того, что нам приходится делить на маленькое число. Ну и третье соединение С – это желтый осадок для того, чтобы в водном растворе реакции протекало, необходимое либо выделение газа, либо образование слабо-дистрирующего соединения, либо распадение осадок. В случае свинца, исходный у нас ацетат свинца, который растворим в воде, и это означает, что либо мы должны добавить кислоты, которая свяжет уксусное слабо-дистрирующее соединение, но в этом случае мы не будем наблюдать никаких желтых соединений, либо у нас должен выделиться какой-то газ, либо у нас должен выпасть осадок, плохо растворимое соединение, содержащее венец, причем бинарное, и таким бинарным плохо растворимым соединением является единственница в любом ИОД-2. Давайте запишем уравнение реакций, которые описаны в условии задачи. Первая реакция – это взаимодействие гидроксида никеля, реакция образования формиата из гидроксида, получить его можно взаимодействием с муравьиной кислотой. Написание в качестве продукта этой реакции дигидрата, то есть вещества А в кристаллическом виде, не является ошибкой. Следующая реакция должна протекать в восстановительных условиях, то есть мы должны добавить восстановитель к соли хрома. В следующей реакции нам необходимо бихромат калия восстановить до смешанного сульфата хрома-3, то есть нам нужно добавить восстановитель. В качестве такого восстановителя может выступать, например, сервисный газ калий-2, хром-2, А7, плюс 3С2, плюс H2С4, и в результате получается 2 калий-хром-С4 дважды. И получается калий-2С4, плюс 4С2, плюс 4С2, плюс 4С2, и в результате хром-2С4, плюс 2С2. Запись смеси солей в виде смешанного сульфата также можно засчитывать. Кроме сервисного газа, в качестве восстановителя можно, например, использовать этиловый спирт С2H5OH. При этом будет образовываться сульфат хрома, и этиловый спирт будет окисляться до альдегида. И этиловый спирт будет окисляться до альдегида. Третья реакция – это реакция образования едида свинца. В качестве осадителя можно использовать соли едиды, растворимые едиды, обычно это едит калия, либо йодоводородную едида, либо йодоводородную кислоту. Люмбом CH3COO дважды, плюс 2 калий-йод. В результате получается люмбом йод-2, плюс 2 CH3COO калий. Четвертая реакция – это реакция взаимодействия формиата никеля с аммиачным раствором оксида серебра. Микель-HCOO дважды, плюс 4 калий-йод. В результате этого серебро восстанавливается до металлического серебра, благодаря наличию формиат-анионов в растворе. В аммиачном растворе никель образует комплекс. Ну а формиат окисляется до карбоната. Пятая реакция – это осаждение сульфата иона из раствора хромко-алиевых классов. КОНЕЦ Продолжение следует... И для этого нам надо изобразить распределение цветов. Мы не будем рисовать полную радугу. Разобьем круг на 6 частей и пометим те цвета, которые являются основными. Это будет красный, зеленый и синь. Между красным и зеленым находится желтый, между синим и зеленым находится бирюзовый и между синим и красным находится фиолетовый. Соответственно, вещество А, имеющее бирюзовую окраску, образуется сочетанием синего и зеленого. Фиолетовое вещество В – это сочетание синего и красного. И желтое вещество С – это сочетание красного и зеленого. Теперь перейдем к второй части задачи. Во второй части задачи нам предлагается определить несколько веществ. И здесь мы уже смешиваем не цвет, а цвета. Правила смешения несколько иные. Здесь нам дана некоторая качественная информация. Про какие-то вещества есть только качественная информация. И есть количественная информация, которую давайте рассмотрим. Наряду с веществами, которые окрашены D, E и F, в условии присутствуют вещества X, Y и Z, которые являются вспомогательными. Причем Z образуется из X и Y. Нам указано, сколько вещества Z можно получить из 1 грамма Y. То есть из 1 грамма Y мы можем получить 1,327 грамма Z. Из такого же количества Y можно получить 1,427 грамма Y. Нам указано, что при высушивании D над серной кислотой D теряет 9 молекул воды и это соответствует 23,51% потери массы. Давайте попробуем воспользоваться этими данными для того, чтобы определить неизвестные вещества. Начнем с вещества D. Если 9 молекул воды это 23,51%, то молярная масса D будет равна 689 грамм на моль. В 689 грамм на моль входит некоторое количество молекул воды. Входит железо, натрий и радонит-йон. Приходные металлы часто образуют актеидрические комплексы. И так как железо находится в степени окисления 3, раз оно активно реагирует с радонит-йонами, то мы можем записать натрий-3 феррум СЦН-6. И нам осталось определить количество молекул воды. Для этого мы из полярной массы D вычитаем массу натрий-3 феррум СЦН-6 и делим 18. В результате у нас получается 12 молекул воды. Это вещество D, которое имеет красную окраску. Далее нам указано, что вещества X и Y взаимодействуют между собой, давая вещество Z. Про вещество Z нам указана массовая доля железа. И исходя из этого мы можем определить его молярную массу в расчете на один атом железа. И это будет 12286 умножить на X. Целое значение образует, получается, если X равно 7. Среди цветов, которые являются основными, есть синий, желтый и красный. Красный цвет мы уже получили, остались синий и желтый. Два соединения, держащие железо и дающие синий цвет, хорошо известны участникам Олимпиады. Это соединения, держащие цианид и анионов. И в результате взаимодействия соединения железа в разных сетях окислениях 2 и 3 образуются цианидные комплексы, содержащие железо в обеих сетях окислениях. Давайте вычислим, какое количество цианид ионов позволит нам получить молярную массу 863,7 атомов железа. Или же, если мы запишем железо в разных сетях окислениях, то это будет форум 4 в степени окислениях плюс 3, форум 3 в степени окислениях 2 и ЦН17. Если вещество Z содержит ЦН, то либо X, либо Y должны содержать цианид и анионы. Но так как X участвует в других реакциях, то, скорее всего, цианид и анионы содержится в веществе Y. Давайте вычислим состав соединения Y. Так как X в X железо находится в степени окисления плюс 3, то Y должно содержать железо в степени окисления 2+. А это значит, что его молярную массу мы можем определить, поделив 1 грамм на количество вещества железо 2+, которая содержится в 1,327 грамма Z. То есть мы должны 1 поделить на 327 на 860 это количество моль Z и на 3 это количество ионов железа 2 в составе этого соединения. Ну и в результате у нас получается 216 грамм на моль. Этой молярной массе соответствует соединение H4-феррум-ЦН-6. Тогда при взаимодействии H4-феррум-ЦН-6 и X содержащего железо 3+, плюс в присутствии калий-ОН должна получаться стерлинская лазурь, то есть калий-феррум-ЦН-6. Если мы обратим внимание на условия, в которых X участвует в реакциях, то и для образования D, и для образования F, и даже при взаимодействии с Y реакция протекает в кислой среде. И это позволяет нам определить, что X это феррум OH трижды. В этом случае при взаимодействии гидроксида железа с соляной кислотой образуется феррум-хлор-3, раствор которого окрашен в бурый или оранжевый цвет.